Здравствуйте, дорогие друзья! Если вы смотрите это видео, значит сегодня мы читаем книги. Соответственно, чтобы не задерживать, не растягивать свой спич для тех, кто впервые на канале. Соответственно, здесь мы разбираем не только гормонозаместительную терапию, но и вообще различные заболевания. И эта рубрика сделана мной как раз для того, чтобы была возможность расширить спектр знаний, соответственно, обычного обывателя у различных заболеваний. Потому что те же люди, кто употреблял как самостоятельно гормоны, какие-то даже БАДы иногда, и это негативно сказалось на их здоровье? Или они просто занялись своим здоровьем и выяснили, что, допустим, у человека есть дизлепидемия, и теперь ему хочется узнать об этом подробнее? А, соответственно, чтобы не возникали споры, так как у многих зрителей они вводят заблуждение, к сожалению. Других зрителей в комментарии советуют какие-то таблетки, препараты. Да, и чтобы вот так вот не перетягивать своенравно одеяло на себя, чтобы не говорить, вы знаете, ребята, это просто я учился, поэтому я все знаю. Я хочу, чтобы мы объективно смотрели на, соответственно, ситуацию. Для этого нужно приводить источники. И так как в комментариях никто никогда источники не приводит, все в основном говорят, я пил эту таблетку, мне помогло, поэтому тебе тоже нужно пить эту таблетку или там колоть что-то себе. Вот, соответственно, я хочу поступить по-другому. Я хочу все-таки выложить источники. Сзади меня находится огромное количество книг, соответственно, конечно, не все вы их видите, часть еще в шкафу, поэтому, соответственно, мы их будем все потихонечку читать и познавать медицину, как ее познают студенты-медики. То есть сначала на лекции мы зачитываем какой-то отрывок, какую-то тему, потом преподаватель ее объясняет. Мы сделаем так. Я буду зачитывать коротко вот эти вот темы из книг какие-то, да, которые покажутся мне интересными. Кстати, они будут касаться не только лечения непосредственно, там, обычных заболеваний, дизлепидмии, там, гормонозаместительной терапии или щитовидной железы, диабета. Также я немножко освечу какие-нибудь новые интересные моменты. Я хочу по гинекологии, по, может быть, иммунологии, по, соответственно, давно уже хочу сексологии что-нибудь снять для разнообразия, ввести, да, вот эту тему. И, соответственно, мы это все дело будем читать. Значит, читать будет нейронка, дорогие друзья. Она потихонечку учится у меня, поэтому вы уж простите, где-то у нее произношение, соответственно, запаздывает. И как раз эта рубрика позволит мне быстро-быстро накидать видео вам, ввести вас быстренько в базу, в базе сдать, в курс вести дело основной. А потом уже я смогу с вами говорить, да, обсуждать какие-то детали уже более тонкие или давать новую информацию со своих лекций. Мы продолжаем, врачи, постоянно учиться. Мы ходим на семинары, соответственно, и я смогу, может быть, даже выложить какой-то семинар. Вам будет интересно, вы поймете, о чем там идет речь, если насмотрите это видео мои по книгам. Вот. Так что я думаю, что у нас будет весьма интересное взаимодействие. Вы сможете также, соответственно, учиться практически, как эти знания, ну, получают традиционным путем, так скажем, на лекциях. Так что заваривайте чаечек, стругайте огурчики, будет интересно. Я вас всех жду также на своих платных онлайн-консультациях. Желаю вам интересного чтения и да пребудет с вами здоровья. Итак, дорогие друзья, сегодня будем разговаривать о болезнях печени. Учебник Подымова, 1084 года. Ну, как бы ничего не поменялось, сами понимаете. Мы с вами, в частности, поговорим в основном про транспорт билирубина. Вот. Любителям гормонозаместительной терапии будет очень интересно. Это косвенно очень с этим связано. Так что стругайте огурчики. И мы начинаем. Транспорт билирубина. Выделение билирубина в желчь представляет собой конечный этап обмена пигмента в печеночных клетках. В желчи обнаруживается лишь небольшое количество связывания требуется для экскреции несвязанного билирубина, пигмента печенью. О механизмах переноса билирубина из печени в желчь известно мало. Определенную роль играет градиент концентрации. Некоторые вещества конкурируют с билирубином за путь выделения в желчь и могут вызвать желтуху. К ним относятся анаболические стероиды с семизамещенным радикалом, рентгеноконтрастные препараты для холецистографии, бромсульфалин. G.D. Raymond J.T. Golombos, 1971, при исследовании максимальной экскреции билирубина у человека показали, что печень способна выделить пигмента в 10 раз больше, чем еро образуется в физиологических условиях. Таким образом, здорового человека есть большой функциональный резерв для экскреции билирубина. При ненарушенном связывании переход билирубина из печени в желчь зависит от скорости секреции желчи. Предполагают, что экскреция билирубина находится под гормональным контролем, так как скорость выделения связанного билирубина уменьшается у гипофизектомированных животных и может быть нормализована гипофизарными гормонами или тероксином G.R.L.M. Arir-Sai.M. 19721. Билирубин выделяется из печени в желчь с помощью цитоплазматических мембран билиарного полюса гепатоцита, лизосом и аппарата Гольджи. Образование фекальных желчных пигментов Связанный билирубин с желчи образует макромолекулярный комплекс, мицеллу, с холестерином, фосфолипидами и желчными солями. С желчью билирубин выводится в тонкий кишечник у взрослого человека кишечные бактерии, восстанавливают пигмент с образованием уробилиногена. Небольшая часть билирубина, около 10%, восстанавливается до уробилиногена на пути тонкий кишечник во внепеченочных желчных ходах и желчном пузыре. Из тонкого кишечника часть образовавшегося уробилиногена всасывается через кишечную стенку, попадает в виточка портии и током крови переносится в печень, так называемая кишечно-печеночная циркуляция уробилиногена. В печени пигмент полностью расщепляется. Однако незначительно-значительно уробилиногена может попадать в общее количество кровообращения и соупределяется в моче 0,4 мг слэш сутки, точка, количество уробилиногена кишечника поступает в то лаварьируясь ли с сяскалом. Количество фекального уробилиногена кнополиру стужит до 276 мг в день в завискалости от массы тела и пол. Вущин немного больше. Исследование МИ-1. О ровости 6970 установлено, что в норме только 50% дневной продукции билирубина выявляется в виде фекального. Уробилиногена точка, это несоответствие связано с различными превращениями сленрубина в кишечники и методическими трудностями. Его определение. Экскреция желчных пигментов. Уробилино-мочевая ген, определяющий почках у здоровых людей в небольшом количестве, может повышаться при увеличении фекального уробилиногена, гемолиз, а также когда имеется повышенный уровень связанного билирубина в плазме. Клиническое значение имеет то, что при нарушении функции печени уробилиноген может быть обнаружен в моче до того, как выявляется желтуха. При механической желтухе уробилиноген в моче отсутствует. Билирубин в моче, желчные пигменты, появляются только при увеличении в крови связанного, прямого, билирубина. Внешне-секреторная функция печени точка, образование и выделение желчи имеет жизненно важное значение для организма. Точка – желчь, слежный водный раствор органических и неорганических веществ с осматическими свойствами, близкими к таковым плазмы. Основными органическими компонентами желчи являются желчные кислоты, фосфолипиды, холестерин и желчные пигменты. Другие органические составляющие, включая протеины, присутствуют в очень малых концентрациях. Желчные кислоты и фосфолипиды, лицетин, составляют основную часть твердой фракции желчи. В печеночной желчи человека нормальные концентрации желчных кислот имеют значение от 3 до 45 моль. Более подробно с цифрами можно ознакомиться на картинке учебника в видео, сложилось мнение, что фиксированное соотношение концентрации желчных кислот, фосфолипидов и холестерина обеспечивает им более высокую растворимость в воде. Речь идет об образовании устойчивой мицеллы, которая впоследствии была названа липидным комплексом. На его поверхности могут адсорбироваться другие компоненты желчи. Физиологическая роль липидного комплекса, таким образом, обеспечивает не только эффективное пищеварение, но и функционирование особой выделительной системы. Из печени – основные компоненты желчи, желчные кислоты, фосфолипиды и печеночно-кишечный круговорот, холестерин – всасываются в кишечники, постоянно совершая печеночно-кишечный круговорот. Что позволяет поддерживать оптимальную концентрацию активных компонентов желчи в период пищеварения, а также разгружает обмен веществ и облегчает синтетическую работу печени. Нарушения состава желчи могут способствовать образованию конкрементов в желче-выводящих путях. Желчные кислоты являются важнейшим стабилизатором коллоидного состояния желчи. Биосинтез желчных кислот Жилочные кислоты синтезируются из холестерина, и на это расходуется около 40% его содержания в организме. В печени человека образуются две 24 углеродные желчных кислот – холевая, ХК, и хинодезоксихолевая, ХДХК. Первым этапом при синтезе холевой кислоты является 7А – гидроксилирование холестерина, образованием 5 – холестин, 3 – тадиола, которая катализируется малисомальной фракцией гомогената печени. Затем через серию промежуточных реакций, включающих 12А – гидроксилирование и редуцирование двойной связи в С-положении, образуется 58-холестин, 3А – та, 12А – триол. Окисление его боковой цепи, катализируемой митохондриальной фракцией гомогената печени, приводит к образованию холевой кислоты или, точнее, холилка аэстера. Труктурные изменения, происходящие при преобразовании холестерина в хинодезоксихолевую кислоту, те же, самые, что и при образовании ХК, за исключением введения 12А – гидроксильной группы, точка, изученная радиоизотопным, скорость синтеки и угоди, изученная рано-атод, методом, составляет около 200 синтеза ХДХК. Общий синтез первичных ХК, таким образом, составляет у здорового взрослого человека приблизительно 400-600 мг. В нормальных условиях это количество равно суточной потери ХК с калом и мочой, точка, при различных состояниях, ведущих к уменьшению пула ХК, потере желчи через фистулу, прием холестерамина, резекция тонкой кишки, синтез ХК увеличивается в 5-10 раз. В противовес этому внутривенное или пероральное введение желчных кислот угнетает халатообразование эти. Данные позволили прийти к заключению, что биосинтез желчных кислот регулируется по типу обратной отрицательной связи на основании количества желчных кислот, проходящих через печень в единицу времени. В опытах инвитро на крысах и на изолированной печени кролика показано, что основным ферментом, регулирующим биосинтез желчных кислот, является 7А гидроксилаза, 12А гидроксилаза может выполнять вторичную регулирующую функцию, определяя отношение ХК-ХДХК, точка, конъюгация желчных кислот. Образующиеся на конечном этапе синтеза ХК-ХДХК и желчных кислот связываются с таурином и глицином. Количество глицин-конъюгатов зависит от питания, гормонального профиля и колеблется у здоровья, возраста людей от 2 до 6 лет. Увеличение коэффициента ГСЛЭШТ до 9,05 наблюдается при выключении активного идеального транспорта желчных кислот, потере желчи через фистулу желчного пузыря и приеме холестерамина, а также при изменении бактериальной флоры у здоровых людей в сыворотке крови в небольшом количестве содержится не. Конъюгированные свободные желчных кислоты точка, неионизированные желчные кислоты абсорбируются в тощей и проксимальном отделе подвздошной кишки посредством пассивной неионной диффузии со скоростью, пропорциональной их внутри кишечной концентрации и активности. Конъюгация служит для предотвращения преждевременной абсорбции желчных кислот в проксимальном отделе тонкого кишечника и удерживает эти важные соединения в просвете кишки в концентрациях, достаточных для осуществления мицеллярной фазы переваривания и абсорбции жиров в случаях деконюгации жка. Ненормально пролиферирующей бактериальной флорой в тонкой кишке они быстро всасываются, что может привести к недостаточной для абсорбции жиров внутри кишечной концентрации желчных кислот точка – кишечно-печеночная. Циркуляция желчных кислот В нормальной желчи большинство желчных кислот не вновь синтезированы, а реабсорбированы из кишечника и доставлены в печень точка, можно выделить два пути возвращения жка. Портальный путь, когда вещества, абсорбированные из кишечника, попадают в воротную вену и транспортируются непосредственно в печень, и экстрапортальный путь, когда всосавшиеся в кишечнике вещества по лимфатическим путям проходят в лимфатический проток, а затем в верхнюю полую вену и разносятся током крови по всему организму. В печень эти вещества возвращаются через печеночную артерию точка, основная масса всосавшихся в кишечнике желчные кислоты – 98% – поступает в печень по системе воротной вены, а около 2% желчных кислот по лимфатическим путям попадают в общий кровоток, а затем захватываются печенью. Желчные кислоты, абсорбированные из просвета кишечника, попадая в воротную вену, связываются с альбумином и транспортируются в печень. Итак, дорогие друзья, как говорится, нет худа без добра. Вам, наверное, тоже уже надоела эта нейронка. Немножко она читает длинный текст с терминами, не так, как мне хотелось бы. Я её тоже устал исправлять, поэтому сейчас будете слушать меня, не судите строго. У меня, в общем-то, тоже дизлексия, кстати говоря, поэтому, когда я особенно читаю текст с книги, могу тоже каеркать термины. Ну, наверное, не так, как нейронка, ну и тем более она просто съедает часть текста там немножко, где цифры. Поэтому, дорогие друзья, сейчас будете слушать меня, мой голос, мой текст, соответственно, из книги. И прежде, пользуясь случаем, раз мы хотели всё-таки разбирать смысл книги, да, наверное, в этом выпуске и попробуем сразу немножечко разобрать то, что мы пытались, соответственно, прочитать, услышать в этой книге простыми словами. Желчные кислоты, как вы сейчас убедитесь и далее, практически затрагивают, ну, такую львиную долю гомеостаза. Ну, я бы так сказал, видите, попадают даже в, соответственно, лимфатическую жидкость. Далее, что здесь у нас следует, почему я именно эту картинку не перелесну, вот сейчас, да, оставил. Слушайте текст, я его повторяю, он уже был в нейронке. В случае деконьюгации желчных кислот, ненормально профилирующей бактериальной флорой в тонком кишечнике, они быстро всасываются, что может привести к недостаточной для абсорбации жиров внутрикишечной концентрации желчных кислот. Вот, недавно было показано, что в печени человека желчные кислоты связываются не только с аминокислотами, но и с сульфатными группами. В общем-то, с чем еще связываются желчные кислоты, здесь можно до бесконечности читать, и мы, конечно, будем это делать в книге. Но для нас важен вот какой момент. Обратите внимание, что здесь, да, в старом учебнике по гипотологии все равно указывается, что если есть нарушение бактериальной флоры, то, соответственно, идет и нарушение в желчных кислотах. Стало быть, стало быть, что мы знаем по лечению бактериальной флоры. На сегодняшний момент современный, это, конечно же, хромоспектрометрия по Осипову используется. Также, соответственно, все эти бактерии, которые есть в анализе по Осипову, пожалуйста, можно сдать отдельно. Не путем хромоспектрометрии, а классическим анализом крови такое тоже бывает, если вы находитесь не в России. Потому что в России, да, это обычно хромоспектрометрия. Здесь как бы это упаковано в такой отдельный, отдельный некий удобный кейс. Но ничто вам не запрещает разделить этот кейс на несколько маленьких кейсов. Либо, соответственно, вообще по отдельности сдавать каждого представителя биома. Что, кстати, может быть несколько дешевле, потому что не обязательно сдавать нормобиоту сразу. Потому что все равно первично для нас будет работа с патогенами. Да, в общем-то, о том, как работать по Осипову, это можно снимать отдельное видео. И если будет желание, мы с вами поговорим. А сейчас я предлагаю вернуться к книге и уже моим голосом наконец-таки дочитать, дочитать все, что связано с желчными кислотами и билирубином. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии, как вам интереснее слушать голосом нейронки или, собственно говоря, вот моим таким живым голосом. Эндотелиальный барьер печеночных синусоидов эффективен только для элитроцитов. Так что желчные кислоты, как и другие вещества, связанные с белками плазмы, билирубином, бромсульфаином, эндоцианом, зеленый, легко проходят в пространство ДИСЕ. Приближаясь к микроварсинчатой поверхности гипоцитов. Фаза насыщения в процессе поглощения бромсульфалиина, а также конкурентное отношение между билирубином, бромсульфалиином, эндоцианом позволяют предположить, что существование медиаторов, переносчиков для транспорта веществ из пространства ДИСЕ в гипоцит. При однократном прохождении крови через печень извлекается около 90-95% желчных кислот. Благодаря такой эффективности захвата гипоцитами уровень желчных кислот периферической крови крайне низок. Печеночный клиренс в желчных кислотах очень мал, поэтому почти все желчные кислоты, попавшие в общий кровоток, возвращаются в печень. Деконъюгированные в кишечнике желчные кислоты захватываются печенью менее эффективно, чем конъюгированные. Желчные кислоты, как и некоторые другие анионы, бромсульфаин, флуоросцеин, достигают высокой концентрации в гипоците перед экскрецией в желчь. Накопление вещества в гепатоците в более высокой концентрации, чем в плазме, может быть следствием активного процесса поглощения или внутриклеточного связывания. Описаны два внутригипоцитных белка, обозначенные Y и Z, с высоким родством с бромсульфалином, билирубином и другими органическими анионами. Существование и роль подобных механизмов в накоплении и хранении желчных кислот нуждаются в изучении. Желчные кислоты, деконъюгированные кишечной микрофлорой и гипоците, активизируются соединением КОА и вновь конъюгируются затем в эти желчные кислоты. Быстро выделяются в желчко. К рециркулирующим желчным кислотам добавляется небольшое количество вновь синтезированных желчных кислот. По данным новейших исследований можно предположить, что желчные кислоты секретизируются в желчные капилляры посредством специального активного транспорта механизма, отличного от транспорта других анионов. Поступившие в кишечник желчные кислоты участвуют в процессе пищеварения и всасывания жиров и постепенной абсорбации путем пассивной неионной диффузии на протяжении тонкого кишечника. Основная часть желчных кислот активно абсорбируется в дистальном отделе повздошной кишки. Около 10% желчных кислот, не всосавшиеся в тонкий кишечник, переходят в толстый кишечник, в соли парных желчных кислот, в терминальной части тонкого кишечника и в толстом кишечнике деконьюгируются бактериями, которые содержат фермент, способный разрывать. Пептидную связь такого фермента нет в пищеварительных соках, то есть, повторяюсь, такой фермент есть только в бактериях. Здесь вот о чем. Под воздействием микрофлоры тонкого кишечника проходит ряд изменений в химической структуре желчных кислот. Первым этапом становится удаление А7-гидроксиальной группы. Таким образом, из первичного образуются вторичные желчные кислоты, образуется детоксихолевая и литохолевая. В толстом кишечнике всасывается большая часть детоксихолевая и лишнее значительное количество литохолевой, вероятно, вследствие ее малой растворимости, абсорбации каловыми массами и превращается в другие метаболиты. В печени литохолевая частично связывается с глицином и таурином, а основное количество выделяется в желч с сульфатами. Сульфат литохолевой абсорбируется в термальном отделе подвздошном кишечнике не менее, чем другие желчные кислоты. Детоксикация и клиренсная функция печени, как уже указывалось, печень участвует в обезвреживании ряда эндогенных токсических продуктов клеточного метаболизма или веществ, поступивших извне. Детоксикация подвергающихся веществам, образуемых микробами в кишечнике и через портальную систему, попадающие в печень. Это токсические продукты обмена аминокислот, фенол, кризол, скатол, индол, аммиак. Реакции детоксикации осуществляются с помощью ферментов, связанных с гладким эндоплазматическим ретикулом и митохондриями. Окислительные процессы нейтрализуют ароматические углеводороды. Некоторые стероидные гормоны, атофан, к окислительным процессам относят дегидрирование этанола под воздействием алкоголь-дегидрогеназы. Восстановительные реакции делают безвредными многочисленные нитросоединения, в том числе 2,4-динитрофенол, превращающиеся в аминосоединения. Детоксикация ряда лекарственных средств, например, сердечные гликозиды, алкалоидов, происходит в результате гидролиза. Некоторые вещества детоксицируются путем включения в синтез веществ, безразличных для организма или используемых в различных метаболических процессах, включая аммиак в синтезе мочевины нуклеиновых кислот. Важной реакцией детоксикации является конъюгация, ведущая к иноактивированию и повышению растворимости, ускорению выделения образования продуктов. Обезвреживание происходит за счет соединения глюкуроновой и серной кислоты. С помощью конъюгации иноактивируются стероидные гормоны, билирубин, желчные кислоты, ароматические углеводороды и их галогенопроизводные. В качестве обезвреживающих веществ в организме используются также глицерин, таурин, цистеин для образования парных соединений желчных кислот, бензойной кислоты, никотиновой кислоты. Обмен гормонов и витаминов. Стероидные гормоны, глюкокортикостероиды, андрогены, эстрогены, альдостерон образуются вне печени, но ей принадлежит важная роль в их инактивации и распаде. Именно печень осуществляет ферментативную инактивацию и конъюгацию стероидных гормонов с глюкуроновой и серной кислотами. Печень активно влияет на гомеостатическую регуляцию уровня глюкокортикоидных гормонов. Она синтезирует также специфический транспортный белок крови транскортин, который связывает гидрокортизон, делая его временно неактивным. Дорогие друзья, внимание, то есть помогает, грубо говоря, утилизировать некоторые гормоны. Инактивация серотонина и гистамина совершается путем окислительной дезаминирования с участием высокоактивной МАО и гистамина. Зыд, повышение концентрации гистамина может быть одной из причин кожного зуда и язвообразования в желудочно-кишечном тракте. Печень участвует в обмене почти всех витаминов, в ней происходит их депонирование и частичное разрушение. Обмен витамина А на всех этапах прямо зависит от функции печени. Всасывание поступающих с пищей жирорастворимого витамина А в кишечнике вместе с другими щитами липидной природы происходит благодаря эмульгирующему действию желчи. Большая часть витамина А накапливается печенью в мельчайших жировых капельках в цитоплазме печеночных купеферменских клеток. Так же, как и в кишечнике, в печени каротин превращается в витамин А. При заболеваниях печени нарушается всасывание в кишечнике, накопление в печеночных тканях и поступление витамина в кровь. Присутствие желчи в кишечнике необходимое условие всасывания и других жировых витаминов. Д, Е, К, витамина Е, токоферол ингибируют процессы окисления и его недостаток в организме ведет к повреждению паренхемы печени. Витамин К участвует в синтезе факторов протромбинового комплекса осуществления гепатоцитов и недостаточное его всасывание в кишечнике служит одной из причин гипотромбиномии и геморрагического диастаза при патологиях печени. Обмен большинства витаминов комплекса В непосредственно связан с функцией печени. Многие из них входят в состав коферментов. Функции окислительных дыхательных ферментов, связанных с частью присутствия в ткани. Витамина В1 депонируется в формате кокарбоксилазы и участвует в декарбоксилировании акитокислот. Витамин В2 рибофлавлин активно участвует в окислительном дезаминировании аминокислот. Витамина В5 фантаэновая кислота входит в состав ацетилкоэнзима А и непосредственно связан с последними этапами цикла Крепса в образовании конечных продуктов метаболизма, белков, жиров, углеводов, детоксикации ароматических аминов, сульфанамидов и других. Витамин В6 перидоксин является кэнзимом ферментов, участвующих в трансформировании и декарбоксилировании аминокислот в катаболизме основных жирных кислот, входит в состав фосфорилазы гистаминозы. Обмен ферментов. Все метаболические процессы в печени осуществляются только благодаря содержащимся в гипоцитах соответствующих ферментов. Синтез ферментов является одной из важнейших функций печени. А динамическое постоянство ферментов, констилляции в печени необходимы условия ее нормального функционирования. Ферменты имеют белковую природу и синтезируются рибосомами. Вместе с тем все клеточные органеллы обладают своим специфическим набором ферментов. Определяющим их биологическую роль митохондрии содержит главным образом фермент энергетического обмена. Ферменты окислительного фосфолирования цикла Крепса. С гранулами эндоплазматического ретикулум связаны ферменты белкового синтеза. С гладкой его частью ферменты углеводного, липидного обмена. Большинство реакций детоксикации с лизосомами основные гидролазы. В процессе распада большинство ферментов подвергаются протеолизу. Другой путь разрушения ферментов состоит в прижизненной термической инактивации. Некоторые ферменты выделяются с желчью, щелочная фосфатаза, лейцинаминопептидаза или с мочой амилаза. Патологические процессы печени вызывают различные нарушения ферментивного равновесия в ней и изменение активности ферментов печеночного происхождения в сыворотке крови. Определение активных тех или других ферментов в сыворотке крови позволяет судить о характере и глубине поражения различных компонентов гипоцитов. В клинической практике ферменты разделяют на функции клеток печени и их мембран, определяющих активность этих ферментов в сыворотке крови. Это разделение весьма удобно для клинического анализа ферментных сдвигов, выделяя следующие группы ферментов. Секреторные синтезируются гипоцитами и в физиологических условиях выделяются в плазму, выполняя в ней определенные функции. Тодоров называет эти ферменты собственными ферментами плазмы сыворотки в крови. К ним относят холиинестеразу, церулоплазмин и частично антикоагулянты. Индикаторные ферменты выполняют определенные внутриклеточные функции. Некоторые из них лактатдегидрогеназа, аланин, аспартаминотрансферазы, альдолаза. В физиологических условиях в небольшом количестве постоянно присутствуют в плазме крови. Другие выявляются в сыворотке только при глубоком повреждении печени. Физиологическая роль ферментов, постоянно присутствующих в плазме крови, до конца неясна. Предполагают, что выход ферментов в крови в физиологических условиях связан с состоянием клеточной мембраны, так как для поддержания определенной плотности мембраны нужен постоянный расход энергии. Вероятно, присутствие ферментов в плазме в нормальных условиях зависит от места расположения фермента в гипоците и его способности проникать через клеточную мембрану. Индикаторные ферменты в зависимости от расположения в клетке разделяются на цитоплазматические, лактодигидрогеназы, аланинаминотрансфераза, митохондриальные, глютаматодигидрогеназа и ферменты встречаются в обеих клеточных структурах аспартаминотрансфераза и малодигидрогеназа. Экскреторные ферменты образуются в печени и частично в других органах в физиологических условиях. Выделяются с желчью, лейцеминопептидаза, бета-глюкокортидаза, 5-нуклеитидаза, щелочная фосфатаза. Изменение активности этих групп ферментов в физиологических условиях и при различных заболеваниях печени схематично представлено на рисунке 13 в центре экрана, дорогие друзья. Достижение клинической энзимологии в определении места образования ферментов позволяет разделить их по локализации. Универсальные распространенные ферменты, активность которых обнаруживается не только в печени, но и в других органах аминотрансфераза и фруктоза 1,6-дигидрофосфатальдолаза, печёночно-специфические, органическо-специфические ферменты, активность которых исключительно или наиболее выявляется в печени. К этим относятся уроканиназа, аргиназа, фруктоза 1-фальфатальдодаза, холиниэстраза, орнитинкарболинатрансфераза, сорбитидегидрогеназа. Клеточные специфические ферменты печени относятся преимущественно к гипоцитам, кубфермским клеткам или желчным канальцам. 5-нуклеидаза, щелочная фатфатаза, аденозинтрансфатаза. Итак, дорогие друзья, на этом, наверное, подойдёт этот выпуск к концу. Мы резюмируем некоторые вещи, значит, для чего все эти сложные названия я не вычеркнул, хотя некоторые моменты я вычеркивал. Ну, например, в этом учебнике идёт ещё ссылка на более старые источники, да, и я вам не прочёл эти ссылки, эти фамилии и так далее начальников гипотологии. Вы можете посмотреть на экран, там, соответственно, оригинальный текст сохранён, и, в общем-то, некоторые просто цифры выкидывал, которые, ну, на мой взгляд, не нужны нейронка, особенно их очень тяжело читает, поэтому я это, соответственно, выкинул. Кому нужно в оригинале, пожалуйста, с экрана можно самостоятельно прочитать. Что здесь важно? Вот под конец, почему я оставил эти сложные названия? Обратите внимание, в эти сложные названия вписаны аминокислоты многие, и мы будем позже, я думаю, разбирать, что тот же орнитин, например, безумно необходим, как для людей, которые находятся на гормонозаместительной терапии, для людей, кто лечит себе микробиом, очень часто он необходим, при многих нарушениях печени орнитин необходим, и, конечно же, в целом, соответственно, если вы хотите разобраться в том, как функционирует печень, как, соответственно, происходит вся эта ферментация, обменные процессы, вот понимание того, что аминокислоты нужны не только для большой бицухи, а и для работы печени, и вообще для многих органов и систем они нужны, это вот понимание приведет вас, так скажем, к победе, к тому, что вы не будете так относиться к аминокислотам, что это вот просто какая-то штука, которая там бицуху растит, нет, они участвуют во многих физиологических процессах, и вообще, с какого бы конца вы не начали постигать аминокислоты, все равно вам даст какие-то знания, какое-то понимание гомеостаза вам это даст, но постигать, конечно, это можно все бесконечно, видите, тема достаточно широкая. Дорогие друзья, напишите мне, что вам больше нравится, нейронка или мой голос, соответственно, пишите сюда все ваши вопросы, ну, понимаю, что учебник читать скучно, поэтому, наверное, мы что сделаем? Мы возьмем, чтобы было непонятно, да, какие-то вот интересные вопросы, плюс я от себя что-то добавлю, и сделаем такой выпуск, который вот будет как бы расшифровывать, да, этот учебник, вот. Просто с другой стороны непонятно, стоит ли его расшифровывать, может быть, в целом он не такой тяжелый для вас, и основной смысл ясен. Как я уже повторял, все-таки основной смысл, который обывателю стоит в это вдумываться, да, что вот я просто хотел выложить, что это не с потолка берется, это основа основ, то, что здесь вот это вот, так скажем, как помните, обмен там что-то воды в природе, да, напишите, как мне это звучит, вот тут то же самое можно сказать, когда идёт вот обмен такой желчи, да, то есть желчь собой захватывает кучу-кучу разных, соответственно, биохимических процессов, и вы тем самым как бы работая с желчью и запуская вот эти вот правильные печёночные процессы, можете охватить львиную долю гомеостаза, много что исправить, просто, допустим, нормализовав желчий отток. Вот такая вот интересная мысль, да, которая упирается в тему детокса, которая упирается в тему лечения микробиоты и прочее, в принципе, даёт в зачатках вот всего лишь эта глава учебника. Если вы её ещё раз переслушаете, перечитаете, вы просто вдумайтесь в то, что она говорит. То есть если вот вышеперечисленные процессы работают хорошо, то львиная доля в организме различных процессов будет работать хорошо. Дорогие друзья, я вас всех жду на своих платных онлайн-консультациях. Вам желаю, чтобы все эти печёночные процессы и другие процессы в ваших организмах происходили просто замечательно хорошо, чтобы вам никогда не требовалось лечения, чтобы вы были все здоровы, счастливы. С вами был Крацев Сергей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И да пребудет с вами здоровье. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok